Он спорит с арбитром. Как же так? Вложение игры нельзя было здесь отмечать. Но, знаете, с судьей спорить нельзя. Спорю, когда судье отдам. Будет замена. Анастасия Пустовойтова сейчас поднимает над головой электронное табло. И это символическая замена. Потому что с футбольного поля сейчас уходит Вадим Евсеев. За 4 минуты до окончания этой прощальной для него игры и он, забивший в ней, уступает свое место на поле юному футболисту. Я вам сказал, что замена будет символической. Сейчас маленький игрок. Может быть, он игрок-то уже и не маленький, но пока еще маленький человек. Выходит на футбольное поле вместо него. Джейвус Хрисан. Под 8 номером. А это виновник торжества Вадим Евсеев. Ради него сегодня здесь собрались. 8, это половинка от 16, мы видим. Ну и хотелось бы, чтобы парень получил мяч и сделал несколько движений с ним. Вот оно и происходит. А тем временем на скамейке запасных приветствуют друг друга Вадим Евсеев и участники этой замечательной игры. По большому счету, спортивная составляющая матча в дальнейшем теряет смысл. Полташнук тоже будет играть против Хрисана Джейвуса всерьез. Паренек с мячом движется к воротам. Сейчас подкатит, не дотягивается. Несколько футболистов сборной мира пропускает мяч под рукою. Ну, это был удар потрясающей силы. Джейвус продолжает атаковать и гол. Он забивает этот мяч. Он просто смял, он просто смял оборону звезд команды мира на 68-м минуте. Он поддержал почин Вадима Евсеева. Как это символично. Не находите ли игрок, который заменил Кюбеляра в свою очередь забивает в ворота соперников. 2-4. Сборная России пока уступает. Уступает команде звезд мира. Есть еще несколько мгновений. Может быть, еще не все. Хотя сейчас, похоже, Роберто Розетти дает, ну, может быть, невербальный сигнал об окончании поединка. Собрались у центрального круга сейчас все участники этой игры. Удар точнейший. Ну, ему чуть не хватило силы, правда. Но, тем не менее, партнеры поддержали. И Джейвус Хрисан забивает второй мяч в ворота сборной звезд мира. А сейчас на наши вопросы готовится ответить футболист, ради которого и затеян этот футбольный праздник. Вадим Евсеев, вам слово. Спасибо большое, Роман. С нами Вадим Евсеев, главный виновник сегодняшнего праздника. Во-первых, Вадим, скажите, можно ли вас поздравлять с тем, что вы завершаете карьеру? Конечно, можно. Настало время. Надо вовремя уйти. Вы ощущаете праздник сегодня с тем, что вы прошли? Да, для меня праздник. Насколько довольны тем, как все получилось? Ну, видимо, хорошо составил команду, что нас обыграли. Как-то рассчитывали, что будет вот так. Счет 2-4. Но это футбол, мы же сказали, что будет дискомпромиссная борьба. Вот она и получилась. Это было главное условие? Да. Он ответил, это было главное условие. Футбол искренний и настоящий получился сегодня, как, впрочем, и сам Вадим Евсеев. Искренний и настоящий. Да нет никаких сомнений в том, что сегодня получился настоящий футбол. Вы знаете, Вадим Евсеев, когда он выступал, когда он был игроком профессиональным, других матчей, других команд вокруг него быть и не могло.